МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Времени будут построены в районе Канищева. На церемонии закладки капсул побывала и наша съемочная группа. В Рязани прошла шестая по счету молодежная акция «Ночь в библиотеке». Прибрежная уборка. Рязанцы продолжают приводить любимый город в порядок после зимы. Ну а теперь обо всем подробнее. В субботу в Рязани в микрорайоне Канищева состоялась церемония закладки капсулы в основании будущего храма святого князя Владимира и Нижнего храма святого воина Федора Ушакова. Инициатором строительства храмного комплекса в микрорайоне Канищева у парка морской славы выступил региональный комитет ветеранов военно-морского флота еще в прошлом году. В тот же день состоялась церемония закладки капсулы фундамент строительства еще одного храма в честь преподобного Пимена Угрежского, которую провел митрополит Крутицкий и Коломенский, Ювеналий. Местом воздвижения храма станет территория, примыкающая к Рязанскому перинатальному центру. Уже вскоре в парке морской славы, это в микрорайоне Канищева, появится храм в честь равноапостольного князя Владимира и святого адмирала Федора Ушакова. Ведь инициатива по строительству церкви исходила от Совета ветеранов военно-морского флота. Территория, отведенная под храм, находится на окраине сквера и составляет 1200 квадратных метров. Эта территория, конечно, будет долго устраиваться вместе с храмом. И, собственно, сегодня такой первоначальный этап, поскольку в апреле, совсем недавно, было получено разрешение на строительство. И закладка капсулы приурочена к торжествам тысячелетия представления святого ровно-апостного князя Владимира. Капсулу с историческим посланием к потомкам заложили два митрополита – Рязанский и Касимовский Вениамин, а также Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Напомним, что храм будет двухуровневым. Его строительство на территории парка вызвало протесты некоторой части жителей Канищева. И вот народу, мне кажется, просто вели за народ, эта часть народа вели за влуждение. Потому что парк и храм – это будет очень прекрасное место. По северной окружной дороге, когда въезжаете, и будет храм, и наш квадрат, Канищев, наше полностью Канищев начинается с храма. Здесь же очень прекрасно. Здесь заливные лука, чистый воздух, колокольный звон будет звучать. Конечно, вот когда объявили здесь строительство имени выдающего, конечно, это для нас все же чистый. Это впервые в русской церкви, что канонизировали воина, воина. Ну, адмирал Ушаков, он провел 39 сражений и боев, и ни в одном не потерпел поражения. Кстати, в эту субботу прошла еще одна церемония заложения капсулы. Рядом с перинатальным центром возведут храм преподобного Пимена Угрешского, который считается покровителем больных онкологий. Как отметил прибывший с визитом митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, закладки фундаментов двух церквей в Канищево по всей Рязанской области начали праздновать тысячелетия с момента кончины князя Владимира, крестителя Руси. В музыкальном театре состоялось торжественное собрание православного духовенства, представителей общественных организаций и простых горожан. Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов поздравил всех с началом памятных мероприятий, посвященных святому равноапостольному князю Владимиру, а также закладкой двух новых храмов в областном центре. Я уверен, что здания храмов станут настоящим украшением нашего любимого города, но уверен, что здесь также будет происходить самое главное, будут украшаться наши души, когда мы будем молиться за сохранение и процветание нашего любимого Отечества и нашей любимой Рязанской земли. На встрече выступающие деятели церкви отмечали исключительную значимость решения русского князя Владимира Красное Солнышко о принятии православной веры, ведь это тогда, тысячу лет назад, послужило фундаментом к собиранию разрозненных земель и созданию единого мощного государства. Глядываясь на ушившие столетия, мы с уверенностью свидетельствуем, что это был верный выбор, и не было бы православия, не было бы великого наследия духовного, культурного, исторического, археологического, каким путем мы прошли бы тогда, да и существовало бы сегодня наше государство. Несомненно одно, оно бы было совсем другим. Историческое решение великого князя Владимира о принятии православной веры можно оценить лишь спустя много веков. За это время Россия на базе полученных общемировых ценностей далеко шагнула в своем развитии, являясь и до сих пор высокоразвитым государством. Чем заняться молодежи в ночь с пятницы на субботу? Вариантов проведения досуга в нашем городе, конечно, хватает. И несомненно радует тот факт, что многие предпочли походу в ночной клуб, поход в библиотеку Горького – всероссийская молодежная акция. Ночь в библиотеке прошла уже в шестой раз. И, как всегда, организаторы постарались на славу. О том, что происходило в ночь на субботу в Рязанской Горьковке, в сюжете Ирины Ковалевой. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Ну, в общем, с первых шагов становится понятно, что в этот раз ночь в библиотеке посвящена сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В год литературы библиотека имени Горького решила посвятить один из самых зрелищных праздников гениальному русскому классику. Но из всего его творческого наследия были выбраны только сказки. Ну, ночь в библиотеке – это такое событие, на котором мы хотим, чтобы люди приходили отдыхать, веселиться и развлекаться. И более серьезное творчество нашего замечательного и всеми любимого классика брать, ну, не то чтобы не хотелось, но мы решили этого не делать. Поэтому были выбраны сказки, потому что все их знают, все читали. И всем нам хочется перенестись в детство и в какую-то другую сказочную страну. В этот праздничный вечер библиотека действительно больше напоминала сказочную страну. На каждом шагу посетителей поджидали сюрпризы. Для любителей интеллектуальных игр были устроены различные викторины и конкурсы. Участники квеста могли вживую пообщаться с шамаханской царицей и золотой рыбкой. Не обошелся праздник и без самых настоящих сражений. И даже поклонников современных известных шоу ждал сюрприз – проект «Голос Лукоморья». Сегодня герои сказок Пушкина посоревнуются друг с другом на предмет своих вокальных данных. Можете увидеть и услышать песни как нашего собственного сочинения, так и перепетые песни, известные нашей популярной музыке, рок-музыке. Судьями на шоу также стали герои пушкинских сказок – «Русалочка», «Кот ученый» и «Соловей-разбойник». Кстати, зрители тоже могли поучаствовать и похвастаться своими вокальными данными. А еще на праздники можно было посмотреть волшебные зеркала, нарисовать свою собственную сказку и даже заблести волшебную косу. Наверняка многим пришедшим сюда захотелось перечитать сказки Александра Сергеевича. Ведь это только кажется, что мы их прекрасно помним. А на самом деле сказка – это кладезь знаний. Впрочем, как и любая другая книга. Именно об этом каждый год нам и напоминают на самом ярком литературном празднике. Рязанцы продолжают приводить любимый город в порядок. Субботники проходят один за другим. Областной центр уже заметно преобразился. Но работы идут не только во дворах и вдоль дорог, но и на прибрежных зонах. Один из браковских карьеров планируется отвезти под площадку для спортивных тренировок грибцов. Ведь до сих пор в Рязани не было места, где они могли бы вести подготовку к соревнованиям. Сегодня мы проводим субботник. Готовим территорию для учебно-тренировочного процесса. К сожалению, у нас есть прекрасная база, где можно хранить лодки для байдарки и каное. Но не было места, где можно проводить тренировки. Именно в черте города. Мы своими силами, с ребятами вместе решили привести в порядок часть карьера, территории прилегающие, для того, чтобы организовать здесь учебно-тренировочный процесс. Конечно, мы мечтаем, что у нас в городе, в центре города, будет замечательная база для развития греблей на байдарках и каное. И, конечно, будем мечтать о том, что у нас будут свои чемпионы и призеры Олимпийских игр. Еще одна новость, посвященная спортивной тематике. В нашем городе прошел четвертый открытый чемпионат Рязанской области по футболу среди лиц с заболеванием ДЦП. В соревнованиях приняли участие жители Самары, Минска, Донецка, Рязани и Михайлова. Более подробно в следующем сюжете. В Рязани прошел четвертый ежегодный открытый чемпионат Рязанской области среди лиц с заболеваниями ДЦП. На этом турнире Рязанскую область представлял клуб «Радуница». Важно отметить, что на турнире участвуют не только российские специализированные клубы. Команда из Белоруссии приезжает каждый год к нам. Потом команда из Украины второй год подряд. Также приезжает команда из Москвы, Михайлова. В этом году ждали команду Самары, но, к сожалению, из-за финансовых проблем команда не смогла приехать. Данное мероприятие в основном направлено на физическую реабилитацию. Несмотря на свой недуг, участники команд продемонстрировали высокую подготовку. И тем самым совершили подвиг, достойный внимания и уважения. К другим новостям. Наконец, на Рязанские дороги начали наносить разметку. Ведь большую часть года автомобилисты вынуждены соблюдать рядность буквально на глаз. Дорожные работы, связанные с обозначением полос, продолжаются и по сей день. Только вот некоторые водители к встрече со спецтехникой на проезжей части не всегда готовы. В конце недели на трассе М-5 произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. Подробнее в материале Натальи Новиковой. 24 апреля в Спасском районе на 252-м километре федеральной автодороги Москва-Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех транспортных средств. И, к сожалению, со смертельным исходом. На данном участке дороги транспортные средства, следующие со стороны города Москвы в направлении Челябинска, остановились для пропуска встречного транспорта, так как на полосе их движения осуществлялось нанесение горизонтальной дорожной разметки. Грузовой автомобиль МАЗ с самарскими номерами совершил наезд на остановившийся автомобиль Нива, следующий впереди него в попутном направлении, который, в свою очередь, совершил наезд на автомобиль Газель с пензенскими номерами, следующий впереди него. Автомобиль Газель, в свою очередь, совершил наезд на рейсовый автобус, следующий по маршруту Сарае-Город-Рязань. В салоне автобуса находилось 35 пассажиров. От полученных травм на месте ДТП скончалась 73-летняя пассажирка автомобиля Нива, жительница областного центра, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении. Водитель автомобиля Нива, 72-летний житель города Рязани, а также водитель автомобиля Газель и его 45-летняя спутница с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Шиловскую центральную районную больницу. В салоне автобуса никто не пострадал. Не обошлись выходные, без ставших уже традиционными рейдов нетрезвый водитель. За последний рабочий день минувшей недели и прошедшие выходные сотрудниками госавтоинспекции выявлено 66 водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Еще 5 человек отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состоянии опьянения. Всего за прошедшую неделю было выявлено 111 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии. И 10 человек отказались от медицинского освидетельствования. И, конечно, в очередной раз хочется напомнить, что поездки на веселе могут привести к совершенно невеселым результатам. И хорошо, если вы всего лишь заплатите штраф в 30 тысяч рублей и лишитесь прав на два года. Хуже, когда на кону появляются человеческие жизни. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей, гостем которой на этот раз стала Елена Шаповская, начальник Рязанского областного научно-методического центра. Она расскажет о мероприятиях, уже прошедших и планируемых проведению, посвященных скорому празднованию Дню Великой Победы. Ну а мы увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok